В Бишкеке состоялось торжественное открытие памятника кыргызскому классику Чингизу Айтматову. Так, сегодня около русского драмтеатра имени Айтматова установили стелу с изображением писателя. Данный памятник был сотворен в дар Кыргызстану от известного российского скульптора Ивана Дубровина. Участие в мероприятии принял посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко. По замыслу стела с изображением писателя должна была появиться в Татарстане. Однако теперь она установлена в столице родины великого писателя. Подробности с открытия смотрите далее. Российский скульптор передал в дар Бишкеку стелу с изображением Чингиза Айтматова. Безусловно, Чингиза Айтматов легендарная личность и любимый писатель не только кыргызского народа, но и всего мира. Так посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко отметил, что в России к творчеству классика относятся с большим уважением. Вы знаете, в прошлом году было открытие памятника Чингиза Айтматовича в Москве. Я, к сожалению, не попал на это мероприятие. Очень было грустно. А грустно почему? Потому что для нас творчество Чингиза Айтматовича, Чингиза Тариковича Айтматова, это вся жизнь. В России он также близок всем и дорог, как и в Кыргызстане. И я очень рад, что сегодня открытие Стеллы произошло. Это еще одно свидетельство того, насколько действительно велик наш общий писатель. Автором Стеллы стал кыргызский художник Алмас Каджагулов. Изображения писателя из бронзы отлили в России при содействии президента Ассоциации скульпторов Урала Ивана Добровина. Кстати, денег на изготовление Стеллы россияне не взяли, передав бронзовую скульптуру в дар столице Кыргызстана. У меня зародилась идея, почему бы нам не установить на территории, как бы в сердце Бишкека, вот именно памятник самому Айтматову. Тем самым самим обогатиться и сказать ему спасибо за его великие дела, то, что он сделал для всех стран мира. Потому что Айтматов – это человек мира. Это сделано из вечного материала, бронза отлита на монолитном камне из мансоровского гранита. Ленточку развязали в несколько рук и явили миру увековеченный в бронзе лик великого писателя. Место выбрано не случайно, сообщает Министерство культуры, информации и туризма. Символично, что монумет решили установить перед русским драматическим театром, который носит имя великого писателя. Ведь Чингис Тураколович – это феномен, возникший на стыке культуры языков двух народов, отмечавший, что два языка – кыргызский и русский – это два крыла его творчества. Сегодня не зря стела Чингис-Зайтматова устанавливается перед вот этим зданием. Это здание как раз русский театр драмы имени Чингис-Зайтматова. Очень отрадно слышать, что господин посол прям ревнует эту стелу, да, почему ставится в городе Бишкек, а не Свердловской области. Я понимаю, потому что мы другие народы, другие люди в других странах тоже очень любят нашего великого писателя Чингис-Зайтматова, и мы очень гордимся этим. Отметим литейный цех Иван Дубровин. Не в первый раз радует Кыргызстан своими творениями. В 2018 году здесь изготовили скульптуру по мотивам повести Айтматова «Прощая гульцары». Ее также предподнесли Кыргызстану в дар в честь 90-летнего юбилея Айтматова. Скульптуру установили возле ипподрома в городе Чопуната из Сыкульской области.